Так, я попросил Владимира Александровича заснять мою беседу с Сергеем Павловичем. Ты только отвечай четко, ясно и определенно. Когда ты приехал сюда? Нынче? Не помнишь? Первого августа. Первого августа. А? Ну, не важно. Ну, больше месяца ты пробыл. А что было бы лучше у тебя? Если бы ты в городе остался или здесь? Реально, знаешь, и ту жизнь, и эту. Где тебе полезнее было быть, это ли это? Ну, что-то ты не знаешь, что это ты можешь? Здесь было бы полезнее. А? Здесь было бы полезнее. Было бы, не было бы, а так и есть. Сейчас ты с нами уезжаешь вместе или останешься потерянки? Выезжаешь? Выезжаешь. Дальше-то ты туда приезжаешь. А ты помнишь, ко мне приезжал Андрей Головач? У него что-то там такое. Я говорю, а какой вопрос? Я потерял смысл, я потерял смысл жизни в жизни. Нет, он еще не знает, смысл-то его ждет. Первая каритма, пятая глава. Седьмая. Ну, никак не... Ну, седьмая. Ну, вот так, седьмая, да. Ну, я говорю, переходи ко мне. Ну, прошло четыре, что ли, дня только не он. Веселый, радостный. Приехала там машина, которая снег пуляет. Так это... Польза была, а там есть с Мишей Коряковским. Как не приезжал, так, как говорят, сдохла собака. Так, мы сейчас приедем туда. Ты чем будешь заниматься, думаешь, так вот? Ну, предположительно. Как Бог даст, конечно. Живы-здоровы будем. И все-таки. С чем ты думаешь заниматься? И во сколько вставать, и прочее? В щетку тебе распорядок будет, в 4,40 вставать. Так быстрее, не надувайся. Пузырь. Мне некогда, я должен все сделать. Ты знаешь, что я сегодня хочу сделать-то? Сделал сам себе обновку. Ахнули, в интернете все спрашивают, а что это такое? Заглядывают. Я сделал себе. И послужила я там усталость моя. Я сидел, опять же там что-то печатал, и, видимо, заснул. И когда заснул, так рванулся. Носом-то я не достал это. На полпути остановился-то. И астук-то какой? Это такой. Вот чуть-чуть я прокинулся, я подумал, а если бы я сейчас на спинку-то грохнулся. Поэтому мне нужно иногда отдыхать, вот так откинуть все. И я сделал у стула сейчас, такую спинку сделал. Сделал все это красное, ну там еще и подкладку сейчас сделаю. Во! Мастер-то где нашелся? И все спрашивают, а что это такое? Так вот тебе, на тот период, когда ты, ну не совсем может быть себя здоровым чувствуешь или что-то, не лучше ли тебе перейти к нам жить. У нас есть где жить, все есть. Бесплатная кормежка, бесплатная. Совершенно. Ну, если ты думаешь что-то покупать, ну посоветуйся. Алкоголь ты не пьешь, курить не куришь, не самый подходящий нам. А собаку-то ты можешь взять с собой. Я на нем отуты была. Две-то, конечно, я не знаю, поместятся там нет. С чужими не занимайся это время, дай отдых. Как ты смотришь на это предложение, что я тебя приглашаю? Как хорошего, дорогого брата. Притом лучшее, несравненно лучшее, чем ты один будешь кваситься. Какие тебе мысли? А тут некуда тебе. Я тебя гонять буду, снег кидать будем вместе. Корми жуланом, голубей. Везу кормушку-то какую, настоящую. Ну и прогуливаться ездить. Если две собаки-то будет, экономажник все было. А дальше мы утром в квартал, вечером в квартал. Двое-то мы идем, как представительно будут. Я один и двое, кто смотрит. Как мы в метро ехали, и там негр с бородой. И мы с ним заговорили. Да нас трое братьев. Москва уж ко всякому роду привыкла. Это все с бородами, с рюкзаками, на нас все смотрят. А мы сели вот так вот, а сзади-то рюкзаки, и мы у них наклонились. Вот как парашютисты, когда готовятся прыгать. Все одинаковые сидим. Ой, люди, я уже вижу, что они про нас говорят. Откуда-то десант забросили. Так и здесь. Маме скажем. Мама, если желает, а будет приезжать сюда. Ты должен отдохнуть. Принимаешь приглашение или нет? Ну, для размышления я тебе дам время до вечера. Притом уйти ты в любой момент, но только обосновать. Чтобы я поверил, что тебе лучше там, чем у нас. Ты поверь, ты мне небезразличен. И я тебя люблю. Просто я не люблю это слово, когда начинает. Ой, мама, я люблю. Я тебе просто даю понять, что ты нужный. И в этом, вот эти занятия-то устроял там, и все. И вышел на тебя. Просто в винтовке кусай гирь заставит вместо тебя. Ни одного выстрела уже не сделает. Поэтому моя забота, я об этом думал. Я молюсь о тебе, чтобы ты отдохнул. Вопрос мой понятен тебе? Да. Ты в этом не видишь какой-то моей корысти? А что с тебя взять-то? Корыть. Спать будешь на втором этаже. У меня надо мной, где спал Нафанаил и Никита. Это место уже намаленное. Намаленное, говорят. Так. Питаться будешь, как и мы. Если еще приезжает. Да кто приезжает? Игорь не ездит. Молочного у нас нету. Но где-то там продают другие там люди. И Володя даже брат у них знает. Вопросов нет. Варенья у нас много. Хлеб печь будете у Надежды Васильевны. Замешивать, все знаете. Покупать не будем. Буха у нас есть. У Игоря. А? У Игоря стряпать будем. Что он говорит? У Игоря стряпать будем, говорит. У Игоря? Ну, у Игоря, пожалуйста. У Дубунова я имею ввиду. Прекрасно. Что, наверное, гореть там, ему заплатить. Или хлеба дать ему булку. Так, я должен знать. Если да, я начинаю молиться уже о благодарении Богу. Мне нужно готовить ступеньку перелезти. Я эти дни-то, я же все вижу. Потускнел, и все. И тебе уже не первая глава, не седьмая не нужна первая корынфиума. Ты бы все боялся, что теплые отношения у меня перейдут в горячие с кем-то. А сам спекся. Я тебе вопрос задам, простой. За столом сидим вот трое. У кого самый хороший аппетит? Ну, конкретно. Ты не ел любую, я ел. Ты икра рыбная, вот. Щашка целой икры. Я беру, прихлебываю с этим, ну, с простоквашей, еще что-то. У кого аппетит-то лучше? У вас. Ну, видно, что какой у меня, как говорят, зверский аппетит. Я себя еще оставлю. Почему? Я все делаю с охотой и быстро. Залез туда, все провода снял, какие надо было, убрал, все заколотил. А тут дома в мастерскую устроил. Сейчас все опять подмет. Сейчас надо ехать они туда. И с вами разобраться. Сегодня я полностью снял всю охотную амуницию. Все сюда привез. И опять эти андаторы одна за другой. Только выкидываю и спиваю. Там все усыпано было. Аппетит у кого лучше? У меня почему? Почему я все время радостный? Потому что вот на меня с копом-то полезли здесь. Восемь-ведь. Вас никто не трогал. Мы будут скорчужились. А я думаю, как Господь все это допустил. Представляете, они сами говорят, с копом. Собрали все вместе, отпраздновали день рождения. Да кого вы родили-то? И все во всем интересе, это понимают. У них ничего нет, кроме зависти. И даже и женский пол не пощадили, толкнули. А я теперь говорю, вот у меня было С.Д. Фамилия там такая. Там Сергея, А.Д.Дудин. И они одинаково нападали. А тут старобряческая душ. Тоже на С.Д. Вылезли-то. Я по миллиону бы давал. И говорили, вот так себя вести безобразно, хамски, нагло. И они бы не были. А тут они в азарт впали. И все теперь зафиксировано, это навсегда. Все в интернете люди говорят, а еще настоящие старобрядцы? Или подстава какая-то? Настоящие. Я их не звал сюда. Они сами вылезли. А какое? Ну я теперь безум, Господи. Да как Бог? Только подумал, как бы это... Что я говорил, какие они есть. Самое свирепое общество. Вот теперь, пожалуйста. А мои отношения к ним не меняются. Я по-прежнему молюсь за всех. Сон у меня отличный. Просыпаюсь за счет первого часа, 20 минут первого. Бывает, я прилягу иногда. Так. Ты понял? Господь благословляет. И ты иди к благословенным. К избраннику Божию. Как Никита написал. Снимал и говорит, один день праведника. Название ролика. А то надо решиться на это. Значит, он сам понимает, что у него ступеньки появились и не гнилые. Но он ведет и там, да рассказывает как. Все говорят, вот это прошел школу. Конечно, людишек у него никого там нету. Но с этими-то с нашими. Он по-хорошему поехал. Последнее, что я ему подарил, книги. Бесплатно. Простились, помолились. Вот и все. И все говорят, какую школу-то прошел. А по-другому нельзя было ему. Он пять лет пробыл. Приехал. Тридцать лет в армию не возьмут. Он ни одного выстрела не сделал против там русских или как-то. В этом вопросе-то эти. Польза большая была. Так. Уходим. Прощай, любимый город. Уходим завтра в море. Ранее порой мелькнет за корой. Знакомый платок голубой. Вот так. Я все это сделаю. Должен написал инструкцию, как за голубями ухаживать. Пойду сейчас к Степе попрошу, чтобы он размножен. Еще два написал экземпляра. Ну и кто у меня был, всем вручить. Пригнашаю. Не как квартиранта, а как одного из нас. Ты знаешь, когда... У нас в стране-то говорят. Поэтов всего только три. Евтушенко. А его спрашивают сразу молодежь. А кто? Он говорит, ну, был Ахмадуллин, это его первая жена. Второй там, Демен, оказывается, Дементьев Андрей. А третий? Что спрашивает третий? Тут так понятно, что я. Клара выступала, Клара выступала, Новикова. И говорит, самая красивая у нас артистка кто? Молчите. Я. Самая талантливая. Знаете кто? Не знаете? Я. Новикова Клара. И дальше все говорит я. И вот вы, наверное, догадались, что я сама все это придумала. Понятно? Веселый дух кости наполняет мозгом, а мозг кровь образует. А унылый дух сушит кости. Кости сушит. Не смотря на том, сам кости-то, но все равно сушит. Итак, на подъем. Теперь я буду ходить в шинелки, потому что холодновато, пуговок нету. Пойду сейчас пришивать. Тут дырочек еще нашлю для пуговок. Все как надо. Надежда Васильевна там что-то меня поздравляет. А вы знаете, нет там? Ну что, Надежда Васильевна в чатах рулетки работает. Вот все. Это, вот это да. Все-то как говорят, а ты зачем старик здесь? А где вы видели старика? Ну а вы-то? Это нет, вы ошиблись адресом. А что вы тут сидите? Я не сижу, я работаю. С вами встретимся. Правда рассказать о Христе, о жизни вечной. Сразу температура меняется. Все, брат, переходишь. Там посмотреть надо только, где держать твоего верного. Не на улице. А хотя на улице можно конуру сделать. Прямо перед окнами. Ну, да или нет? Вот Исаакий Печерский. Его там сатана охмурил. И когда братья пришли утром, благослови, отче. Тишина, разломали дверь, зашли он лежит. А он его присел, дьявол-то, поклонись мне. Сначала пришел в благоухание, напустил там. Ну, в магазине, накупил там парфюмерию всякую. А завтра придет Христос. Он никому не сказал. А когда пришел Христос, они все пекли. И он пал, а там смотрят, там копыта. Я не говорю, давай как волейбол перекидывать. До утра играли им, Исааки. Когда пришли брать, это он кормить. Не знает, как ложку брать, что-то такое. Полностью вышел на все. И целый год они за руку водили. Он не знал, что делать. В туалет у тебя зачем? Ис, рот разве? А на сайте подряд говорит, не надо. Дешевле обойдется. Не заставляйте его. Ну, я иду другим путем. Заставляю. Все. Если ты решил вечным утром не ест, только через моем разрешении. Понял? Я знаю, что тебе надо. Удобенно. Все говорят, дошел на ручки-то где? Вот это, говорит, постик. На тебя уже пример берут. Давай. Подписывай. Продолжение следует...